Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Сфинкс Сфинкс легендарный монстр с человеческой головой и телом льва. Сфинксы могли быть и мужского и женского пола, но чаще они представляли в образе полудевы-полулевийцы. В Грецию легенды о сфинксе пришли через Ближний Восток из Египта. В частности, сфинкс упоминается в фиванских легендах о Эдипе. Сфинкс, порожденный Тифоном и Ехидной, был наслан Герой на фивы за прегрешение отца Эдипа, царя Лая. Сфинкс задавал всем прохожим свою знаменитую загадку. Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? И тех, кто не мог дать правильный ответ, чудовище убивало. Таким образом, погибло много знатных фиванцев. И только Эдип разгадал загадку. Человек, который ползет в младенчестве на четвереньках, ходит на двух ногах в зрелом возрасте и опирается на палку в старости. И тогда сфинкс бросился в пропасть. А Эдипа, за проявленную им мудрость, фиванцы избрали своим царем. Изображение сфинксов было очень популярным в античном искусстве. Их помещали чаще всего на фризах дворцов, иногда с крыльями. Постепенно они утратили однозначно дурной славу снов таинственными роковыми существами. С красивыми женскими лицами и женской грудью, как на полотнах Энгера или Моро. Неожиданную трактовку образа дал Тютчев, сравнив со сфинксом природу. Природа, сфинкс и тем она вернее, своим искусом губит человека, что может статься никакой от века. Загадки нет. И не было у ней. Ну вот так вкратце о легендарном монстре с человеческой головой и телом льва, сфинксе. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok